Приветствую вас! Я хотел бы обратить внимание в своем ответе на несколько важных моментов, которые мне показались актуальными для вашей ситуации, исходя из того, что вы написали в своем вопросе. Не отрицая того, что сказали мои коллеги, они, каждый по-своему правы и, может быть, в целом увидели вашу ситуацию верно, потому что для профессионалов это достаточно легко. Тем не менее, на мой взгляд, мне были раскрыты некоторые важные аспекты проблем. Как бы сам факт того, что вот вы пишете в конце своего сообщения о том, что вы стали часто плакать и вы спрашиваете, что делать. Вот сам факт того, что вы стали плакать, стал возможным по причине трех основных моментов. Первый момент. Это переживание из-за того, что вас бросил молодой человек. Здесь, в общем-то, все более или менее, ну, знаете как, на поверхности. Здесь все более или менее понятно. То есть, молодой человек вас бросил, вы переживаете, вы до сих пор не можете его отпустить. И из-за этого вы, собственно говоря, мучаетесь, из-за этого вы страдаете, возможно, и, собственно, до конца не отпустили на него, как, обиды свои. И, как я понял, у вас, они есть обиды на молодого человека. Ну, не может на самом деле их не быть, потому что в противном случае вы бы не переживаете. Сами отношения также не являются отпущенными с вашей точки зрения, с вашей стороны. То есть, вы, молодого человека, судя по всему, не отпустили, не отпустили до конца. И отсюда, собственно говоря, и возникают ваши переживания. Соответственно, это первое, что вам нужно здесь сделать. Отпустить своего молодого человека. Понять, что если он не с вами, то здесь нету откровенно виноватых. То есть, ни вы, ни, в принципе, он не виноват в том, что произошла такая вот ситуация, на самом деле. А момент в том, что люди расстаются-то, и это нормально. Другое дело, почему вы сами так сильно переживаете по поводу этого расставания. Что для себя вы получали в этих отношениях, молодым человеком, такого, что потеряли с его уходом, оказались неспособны восполнить это самостоятельно, и, судя по всему, ищите это же в других молодых людях. Проблема заключается в том, что в других молодых людях вы этого не найдете, того, что ищете для себя. Потому что вам нужно, как это не парадоксально, или, может быть, как это вам не приятно, вам нужно найти то, что вам нужно сперва в себе. И только потом, после этого, вы сможете выстраивать отношения с другими молодыми людьми. Это обязательное, к сожалению, условие. В противном случае вы рискуете постоянно впадать в зависимость от людей, в зависимость от молодых людей. Как, например, сейчас вы переживаете по поводу того, что вас бросил молодой человек. Если я правильно понял, этот молодой человек, с которым у вас были достаточно серьезные отношения. Это первая проблема. Причем, я отдаю себе отчет в том, что вы, может быть, имели в виду то, что вас бросил очередной молодой человек. Понимаете? Но если это даже так, то есть, если я ошибся, или если я неверно понял вас, то абсолютно ничего страшного, мы этот момент с вами тоже разберем. Следующая проблема заключается в том, что вы пишете на шарту, что вам 28 лет, и вы без мужа и без детей. Не сложно сделать такое предположение, что вам важно, вы хотите, чтобы у вас был муж и были дети. Ну, условно, для простоты назовем вот это, назовем семьей. То есть, вы хотите для себя семью. Но ведь, вы понимаете, в чем дело? А семья – это то, что происходит, развивается, получается естественным образом в результате взаимодействия, взаимоотношений между двумя людьми. Между мужчиной и женщиной. Ну, в классическом смысле этого слова, да? Вот. То есть, это естественная форма развития отношений. И если вы хотите семью и детей, то я заранее прошу вас, меня извините, если вам не понравится то, что я скажу, но тем не менее, это важно. Так вот, если вы хотите семью, то, простите, вы хотите ее для себя. То есть, вам эта семья, та семья, которую вы хотите, она вам для чего-то нужна. А, с помощью приобретения семьи, вы чего-то хотите для себя получить. И несложно догадаться, что мужчина в данном случае используется как средство для достижения ваших целей. То есть, для цели получить семью. И вы, желая обрести семью, естественно, создаете некий идеальный образ этой семьи, под которой стараетесь, в случае создания образа, вы неосознанно всегда стараетесь подогнать. Ну, например, подогнать стараетесь, вы мужчину. То есть, мужчина должен быть такой, каким вы себе его представляете, думая или рассуждая, размышляя о идеальном муже. Но проблема в том, что любой мужчина, которого вы встретите, это будет уникальный, индивидуальный человек. И если вы, априори, пытаетесь подогнать всего под какие-то рамки, не важно, какие рамки, то понятно, что ничего хорошего из этого не получится. Почему? Потому что, во-первых, никому не нравится, когда его пытаются подогнать под какие-то рамки. А, во-вторых, вы же сами будете испытывать неудовлетворение из-за того, что человек, который вам встретился, не похож на того, кто вам нужен для построения идеальной семьи. И таким образом, можно констатировать, что семья вам нужна для получения чего-либо для себя. Это плохо. Потому что ни семья, ни муж, ни дети не могут и не должны использоваться для достижения каких-либо целей. Это самоцель. И до тех пор, пока мужчину вы будете воспринимать только в качестве самоцели, до тех пор, пока вы не будете детей и семью воспринимать так же, только в качестве самоцели, у вас будут проблемы в отношении. Чтобы это делать, чтобы иметь возможность воспринимать детей и мужа, а так же мужчину, как самоцель, вам можно и нужно понять, что вы хотите получить от этой семьи для себя. Может быть, вы думаете, что вы станете, например, более полноценными, если у вас будет семья. Может быть, вы думаете, что достигнете какой-то задачи, если у вас будет семья. То есть, нужно понять ваш мотив. Для чего? Для чего вы так сильно хотите семью? Это вот, наверное, один из самых важных моментов. Снизить вашу сверхмотивацию для построения семьи. Если вы беспокоитесь за свой возраст и говорите о том, что вам, например, уже 28, и что, например, будут проблемы с родением ребенка и так далее, то здесь ситуация следующая. Современных методов, точнее, современных возможностей стать родителем достаточно много. И вам не обязательно физически рожат ребенка, если вы хотите, например, стать матерью. Главное, чтобы он родился в условиях любви, в условиях спокойствия и в условиях гармонии. Если этого нет, то даже успех родить ребенка, вы обречете его на определенные странами. И вот снижение вашей сверхмотивации для образования семьи поможет вам спокойнее подходить к вопросу построения отношений с молодыми людьми. Это была вторая проблема, которая, на мой взгляд, актуальна для вас. Третья проблема заключается в том, значит, что вы пишете, что парням не нужны серьезные отношения. Здесь я, пожалуй, вынужден согласиться с коллегами в части утверждения, что вы сами выбираете тех мужчин, таких мужчин, которым не нужны серьезные отношения. Здесь я соглашусь с коллегами в том, что вы сами осознанно, но, скорее всего, не осознанно, создаете такую ситуацию, когда обращаете внимание только на мужчин определенного склада характера, ума, поведения и так далее. Почему? Вопрос уже этот только к вам. То есть, что обуславливает ваш выбор, что делает ваш выбор возможным, вот так сказать, однозначно нельзя. Это, к сожалению, непонятно. Но можно разобрать, если с вами более детально поработать. Дальше вы пишете, что, значит, ну, у вас проблемы какие. Начинаете встречаться, но без продолжения. Либо я не нравлюсь, либо он мне не нравится. Здесь нужно согласиться, пожалуй, с другой коллегой и сказать так, что, дополняя то, что она вам сказала, что вам нужно определить, что вы можете дать мужчине, а что он вам может дать. что вы хотите получать от мужчины, и что он может получить от вас. Пока, исходя из того, что вы наказали, ответ на этот вопрос достаточно не есть. То есть, например, если вам не нравится мужчина, если он вас не устраивает, зачем вы с ним встречаетесь тогда? Если вам мужчина нравится, но вы ему не нравитесь, и вы это видите, то зачем вы с ним продолжаете встречаться? Полагаю, дело здесь все именно в сверхмотивации, о которой я говорил. Но, тем не менее, давайте постараемся определиться с тем, что вы хотите получать от мужчины, и что мужчина от вас может получить. Это то, что вам лучше для себя определить как можно быстрее, чтобы вы, опять-таки, как можно лучше отдавали себе отчерк в том, на что вам можно рассчитывать в отношениях, на что вы хотите рассчитывать в отношениях, и что вы хотите от них получать. Потому что вот на данный момент складывается некое такое ощущение, причем ощущение довольно стойкое, что вы сами этого не знаете. То есть, вы не знаете, что именно вам нужно от мужчин, и что вы сами можете им дать, что вы сами можете предложить. И отсюда, конечно же, проблема в проблема. Отсюда, конечно же, возникают вот эти вот незастыковки у вас с мужчинами. Это тоже можно и нужно исправлять. Дальше. Можно обратить внимание на ваше женское поведение. Какое оно? Насколько оно у вас развито, и развито ли вообще? Как вы его придерживаетесь? Насколько оно отражает ваше внутреннее желание? Насколько оно отражает вашу внутреннюю женщину, скажем так? Потому что, если не отражает, то это не вы. Вам нужно вести себя естественно. Если вы ведете себя неестественно, то откуда же здесь взяться крепким, хорошим отношениям? А чтобы быть естественным в отношениях, нужно, во-первых, снилить сверхмотивацию, то, о чем я говорим. Во-вторых, необходимо вести себя так, чтобы это были действительно вы. Чтобы это были вы настоящие, а не кто-то другой. Чтобы, условно говоря, вы не касались кем-то, как вы пытаетесь казаться, когда вы устраиваете отношения с тем, кто вас не устраивает. Тогда вы пытаетесь казаться. А в действительности нужно не пытаться казаться, а быть. Вот когда вы будете, я даже, наверное, скажу такую патологию, она здесь уместна, на мой взгляд. Когда вы будете быть, тогда у вас будут выстраиваться отношения тех, которых вы достойны. Вот такие проблемы, основные проблемы мне показались в вашем вопросе. Конечно, это только все достаточно предварительно, потому что это было сделано, анализ был сделан на основе того, что вы написали. Но я думаю, что вероятность того, что это действительно так, достаточно высока. в некоторых пропорциях те или иные проблемы преобладают в вашем сознании. И до тех пор, пока эти проблемы не будут преодолены, нельзя будем говорить о том, что у вас получится что-то сделать. Это только работа, работа по специалистам. Заходите, выбирайте эксперта и начинайте. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, сообращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.